Давайте я расскажу теперь, как монтировать насекомых. Но только сегодня мы начнем с того, чтобы монтировать довольно крупных. Потому что более мелких, во-первых, с ними труднее разбираться, а во-вторых, это чуть-чуть сложнее, их надо наклеивать на уголки или плашки, либо есть еще один способ, их накалывают на очень тонкие булавочки, но его мы, наверное, практиковать не будем. Потренируемся наклеивать мелких на уголки или плашки завтра. Сегодня монтируем только крупных, тем более, что с ними легче будет разбираться. Кого называть крупными, кого считать крупными? Ну так, скажем, если насекомое больше сантиметра в длину, то оно крупное. Если меньше сантиметра, но больше, чем полсантиметра, то надо подумать. Если оно между 5 и 10 миллиметрами, но тем не менее, какое-то такое плотное, округлое, то на тонкую булавку ее вполне можно наколоть. А если оно такое хилое, тонкое, то лучше не накалывать, а потом наклеить. И вообще такое правило, если сомневаетесь накалывать или наклеивать, наклеивайте. Куда накалывают насекомых? Есть вполне четкие традиции, и они отчасти, просто традиции и традиции, отчасти в них есть какое-то рациональное начало. Большинство насекомых по умолчанию, да, вот у вас есть насекомое с головой, грудью и брюшком, да, крылья растут из груди, да, вот какое-то насекомое, условно, нарисую его, вот так. И вот более-менее в середину груди. Так что по умолчанию большинство насекомых прокалывают в середину груди. Но есть ряд исключений. Наверное, самое заметное исключение, потому что жуков очень много, да, это жуки. Вот, у нас имеется жук, да, так примерно можно его изобразить. Вот, жуков прокалывают примерно в середину, где-то так передней половины правого надкрылья. Где-то так вот на четверть отступают от, то есть вот делите надкрылья пополам, ну, еще пополам, можно даже чуть-чуть вперед, вот. И иногда чуть-чуть ближе к шву, иногда почти в середину, но в любом случае вправое надкрылья. Очень вас прошу, пожалуйста, не накалывайте жуков ни в переднюю спинку, ни в щиток. В щиток, правда, накалывают клопов с крупным щитком. Бывают такие клопы, у которых щиток очень крупный. Вот как тот же итальянский клоп, которого некоторые из вас сегодня поймали. Если у клопа очень крупный щиток, да, то накалывают более-менее в середину щитка. Ну, иногда чуть-чуть отступить вправо от середины, но, по-моему, это обычно не нужно. Вот, если же клоп очень узкий, и у него щиток маленький, ну, или даже клоп не очень узкий, но щиток у него маленький, то его прокалывают как жука вправо надкрылья. Вот. Ну, что еще? Стрекоз знатоки рекомендуют прокалывать в то место, где у них, как бы, вот середина между основаниями передних и задних крыльев. Вроде бы там наиболее хорошо держится булавка, если вы стрекозу прокалываете. Вот. Ну, и это почти все. Единственное, что вот еще прямокрылых, у которых довольно большая передняя спинка, одна из школ предполагает, что их можно прокалывать в переднюю спинку, немножко в заднюю ее часть. Вот. Есть и другой способ, но так как этот наиболее простой, иногда у них еще расправляют, ну, вот этот какой-то кузнечик, да, большие ноги ему нарисуем. Вот. Вот как-то примерно так. И старайтесь, чтобы булавка была перпендикулярна относительно насекомого, которое на нее наколото, да, чтобы оно не свисало никуда сильно, ну, то есть, по крайней мере, грудь была перпендикулярна булавке. И вот в таком плане перпендикулярна, да, и если спереди посмотреть, чтобы оно не было перекошено ни на один бок, да, а вот так вот как-то смотрелось, да, сверху оставлять примерно один сантиметр. Или примерно треть, примерно треть от длины булавки. Если вы оставите сильно меньше, да, вот сюда булавка вот, если вы оставите сильно меньше сантиметра, то вы будете повреждать насекомое, когда будете держать его в руках, да, эту штучку. А если оставите сильно больше, то там останется внизу мало места для этикеток, да и вообще это не нужно. Булавки очень советую использовать правильные, энтомологические, специальные, потому что если вы будете использовать, например, вот такие булавки, сейчас покажу, вот такие гвоздики какие-то партнажные, или вот такие булавки с ушком таким, вот. Их для вспомогательных целей можно использовать, а вот для основных их ни в коем случае нельзя использовать, потому что они не покрыты никакой нержавеющей смесью, они быстро ржавеются и разломаются в середине, вот. А вот такие булавки, да, это вот те булавки, которые надо. Всё, пока, да, можно на этом остановиться.